Приветствую, друзья! Сегодня у нас традиционная рубрика с ответами на ваши вопросы. В этот раз хороших вопросов было очень много, и выбирать было сложно. Но на все ответить невозможно, иначе в этой рубрике мы будем многочасовые видео смотреть. Итак, пять показавшихся мне самыми интересными и самыми актуальными вопросами. Поехали! Что скажете о Лукашенко? Ваш прогноз на выборах 9 августа. Мой прогноз – Лукашенко нарисует себе абсолютно устраивающую его цифру. Ну, там будет это 50, 70 или 80 процентов. И да, эта цифра не будет иметь никакого отношения к реальности. Вот чем лично для меня интересен Лукашенко? Собственно говоря, это ровно тот путь, по которому с неким отставанием идет Путин. Лукашенко получает президентский пост как молодой прогрессивный политик. Дальше начинается усиление режима личной власти. Для этого требуются ресурсы. Экономика оказывается в руках ближнего круга и монополизируется. Неизбежно начинается коррупция. Монополизация и коррупция убивают экономику, и начинается популизм. Страна вынуждена жить за счет экономической поддержки более крупного соседа – России. И все больше попадает в зависимость от него. Усиливается недовольство. Начинается подавление инакомысля, которое переходит в полицейские репрессии. Представители оппозиции и независимого бизнеса преследуются в уголовном порядке. Кто-то попадает в тюрьму, кто-то погибает при невыясненных обстоятельствах. Конституция страны меняется и усиливается власть президента. Отменяются, к слову, ограничения на пребывание одного человека у власти. Результаты выборов регулярно фальсифицируются. Вот замените в этом рассказе Лукашенко на Путина и получите один в один российскую историю. Только понятно, что крупный сосед для России – это Китай. А так все то же самое, может быть, чуть в другом порядке, но то же самое. И вот опережающий Путина Лукашенко пришел к моменту, когда он настолько всем надоел, что уже не может выиграть даже нечестные выборы. Он может всех посадить. Он может не допустить никого до выборов. Но любой допущенный кандидат будет означать для него опасность поражения. Поэтому результат выборов надо просто рисовать без всякой оглядки на голосование. Путин до такого еще пока не дошел, но обязательно дойдет и достаточно скоро. На этом голосовании Путин вбросил более 20 миллионов голосов для нужного результата. А на следующем 20 миллионов уже не хватит. Поэтому мне кажется очень важным наблюдать, как белорусское общество реагирует на совершенно наглое и беззаконное переназначение Лукашенко. Кстати, думаю, Путин будет наблюдать за этим даже с большим интересом. Кем будет Путин после правления? Ну, если говорить коротко, то либо остывающим телом, либо подсудимым. Я не вижу возможности для него добровольно уйти с поста. Он сам себе такую возможность не оставил. И даже не важно, что он сам сейчас о своем уходе или о своем будущем думает. Он сам не может уйти и окружение ему не даст. Путин построил структуру, в которой он является арбитром в конфликтах своего окружения. Эта роль выстроена на системе его личных взаимоотношений и обязательств. И никто другой не может эту роль унаследовать. Поэтому его окружение будет удерживать его от ухода. Он гарант их должностей, их иммунитета, их капитала и их каналов обогащения. Да и уходить-то ему некуда. С таким вот багажом нарушений закона и тяжких преступлений он нигде не будет в безопасности. Я лично думаю, что где-то до 2014 года у него еще была теоретическая возможность уйти. Но потом случилась Украина. Десятки тысяч погибших. Война, сбитый самолет. Этого Путину никогда не простят. Поэтому, что бы ни говорилось про будущее, ближе к 2024 году, или он сам, или под давлением окружения, он заявит, что не может в такой тяжелый момент бросить граждан. Тем более, они сами его об этом попросили на всенародном голосовании. Ну и что, что пришлось бросить 20 миллионов голосов? Ну и что за поправку об обнулении, что ее прятали за другими поправками? Песков же вам сказал, что это вот триумфальное голосование о доверии Путину. Ну, значит, так оно и есть. Песков врать не будет, мы знаем. Раз попросили, то надо. И пойдет Путин на выборы 2024. Ну или поплетется. Возраст все-таки, знаете ли. В общем, сам он не уйдет. Не надо тешить себя неизбыточными надеждами. Либо мы его заставим уйти, либо уже уйдет по естественным причинам. Дегтярев. Что за новый ход Путина? Дегтярев – это не новый, это очень старый ход Путина. Почему поднялся Хабаровск? Потому что Кремль наплевал на мнение хабаровчан. Люди выбирали своего губернатора и не хотят, чтобы его по делу 2005 года без всяких доказательств снимал какой-то дядя из Кремля. Это протест против отсутствия права на собственное мнение. Но у Путина глава устроена по-другому. Для него любой протест кем-то организован или заказан. А раз арестованный губернатор принадлежал к ЛДПР и вся Краевая Дума тоже состоит из ЛДПР, то и протест организован партией. В представлении Путина народ – это стадо баранов. Своих мыслей и желаний у него нет. А куда ему сказали идти, туда он и идет. А если есть проблема, то говорить с этими вот самыми людьми-баранами смысла нет. Надо договариваться с тайными организаторами. Поэтому, чтобы решить проблему с хабаровскими протестами, московская власть не говорит с протестующими, не убеждает их в своей правоте, не приводит доказательств вины фургала, не предполагает гласный суд в Хабаровске. А договаривается с Жириновским, мол, одного ЛДПРовца посадили, народ бузу поднял, вот тебе другого ЛДПРовца назначим, а ты вот народ с улицы уведи. Это не новый ход Путина, это его неуважение к народу, это его непонимание, что у людей есть своя воля и свои желания. И я думаю, мы скоро увидим, как Хабаровск принимает этот вот ход Путина. Как считаете, будет ли деноминация рубля после выборов в 2021 году? Я, честно говоря, не вижу причин для деноминации. Вообще в деноминации нет никакой проблемы, просто убирается какое-то количество нулей с купюр и, соответственно, с цен. Но исторически сложилось, что люди воспринимают деноминацию, как и любую денежную реформу, просто, ну вот, как грабеж. Если переформулировать ваш вопрос, собираются ли власти каким-то финансовым образом ограбить людей, то я скажу, скорее всего, да. Это происходит прямо сейчас, и это будет происходить дальше. Экономика – это слабое место путинского режима, его друзья воруют все больше, а все остальные, ну, просто не могут производить столько, чтобы всяким Ротенбергам, Сечинам, Ковальчукам хватало. Ведь качество управления падает, лучшие специалисты уезжают. Поэтому денег в бюджете становится, если не меньше, то точно уж на всех не хватает. Тут или бюджетники-пенсионеры, или путинские друзья. Друзьям отказать невозможно, а бюджетникам и пенсионерам вроде пока неудобно. Но у власти есть прекрасный механизм. Называется инфляция. Достаточно легко сделать так, чтобы вроде денег у вас было столько же или даже немного больше, а вот стоили эти деньги – меньше. И это происходит каждую секунду. Государство не уменьшает свои обязательства, хотя, по-моему, сейчас уже и это будет, оплатит гражданам меньше. Поэтому, мое мнение, деноминации не будет, я не вижу в ней смысла. Но вас государство ограбит. И сделает это еще не раз, просто сделает это не прямо, а хитро, как с пенсионной реформой. Вроде и пенсии не снижали, а платить придется меньше. Бытует мнение, что вы являетесь спонсором Дузя. Что скажете по этому поводу? Смешной вопрос, поэтому я, кстати, его и выбрал. У Дудя 7,5 миллионов подписчиков в Ютубе и в среднем 10 миллионов просмотров под каждым видео. То он сам может быть чьим угодно спонсором. Юрий делает очень хорошее и популярное интервью. Он достаточно много зарабатывает на них и на рекламе. И это отлично. Потому что на эти деньги он потом делает очень важные общественно-политические видео. Посмотрите его про Беслан, или про Колыму, или про ВИЧ. Дудю не нужен спонсор. Он прекрасно зарабатывает сам и, по-моему, очень дорожит своей независимостью. Мы с ним виделись всего один раз, когда он делал интервью со мной. Кстати, вот посмотрите это интервью. Разве это похоже на вопросы спонсоров? Хотя вежливость присутствует. Но вежливость важна не только ради возможности говорить с уважающими себя людьми, но и просто как часть культуры общения. Спасибо, друзья, за вопросы. И присылайте еще. И, может быть, в следующий раз мне удастся ответить именно на ваш. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok